Анваб. Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. И когда у вас срок? Да где до недели осталось? Спасибо вам большое. На здоровье. Ну, кидаю лез. Лови. Я даже не знаю, мне всего хочется. А вот возьмите картошку, только что принесли. Знаете что, я пошла возьму вот этот торт. Лови скорей. Это пирог с лесными ягодами. А он дорогой, наверное? 50 рублей. Да. Мне хватит. Спасибо вам. Первый! Я тебя догоню! Попробуй догони! Сейчас! О, господи! Ой, сейчас, Суреночка, кидожди, миленька. Сейчас, подожди. Олег! Олег, кажется, началось. Женя! Девушка, 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 ее надо в больницу везти, иначе реально ментов вызовут. Девушка, мы сейчас вас в больницу отвезем, все будет хорошо. Мама, а что началось? Олег! Глаза открыли. Сейчас ты меня главное посадить. Выходи, чего сидишь? Ну что, держись у меня. Все будет хорошо, мы вам все оплатим, только в полицию не звоните. Как вас зовут? Какой срок? Как вас зовут? Мария Прокофьевна. Мария Прокофьевна. Анечка, пошли, вы любите, вы потерпите, вы потерпите. Я Покофьевна Юрьевна, отдельно полосу. Куда? Кабелька! Девушка, девушка, куда идти? Я все прочу. Машенька, работа, тушился, тушил, еще, идет, 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 еще, еще. Боже! Вдох и покакал, Аня, потужилась. Потужилась, 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 еще, еще потужилась, потужилась. Все-все-все-все-все. Умница. Аккуратненько в головушку. Леш, кого она похожа? На Варвару или на Екатерина? По-моему, это Варька. Слушай, это Варька, вылитая. Маленькая, ты хорошая девочка. Надо же, у этих карапузов фамилии всего на одну букву отличаются. Это Прокофьева, а это Прокопьева. И разница в рождении всего семь минут. Да вообще, как в сериалах. Бразильских или индийских. Представляешь, они вырастут еще и похожими будут. Да они и сейчас похожи. Посмотри, крошечные ведь совсем. Ты это, угомонись. Вот вечно ты своих сериалов насмотришься. Лучше на Вирхе внимательнее смотри. КОНЕЦ Любочка, это в вазу. Будьте добры. Очаровательно, Олег Викторович. Хочу банановый сок. Варь, Боже, что за вкус. Ни витаминов, ни пользы, только сахар и углеводы. Ну, мазай. Спасибо. Спасибо. Смотри, Варька, прилипнет попу к лошади накануне соревновать. Хмопа. Варя. Девочки. Ань, у ребенка предстартовое волнение. Надо как-то бороться с этим. Кстати, хмопа. Хмоп. Малыш, ты сегодня как сядешь? В седло? М-м. Постарайся забыть обо всем на свете. Просто расслабься. Даже не важно, какое ты место займешь. Пятое, десятое, да. Двадцатое, да, да, именно. Просто постарайся почувствовать радость. Малыш. Да? У меня экзамен на носу, я запомню, хорошо? Я тебе дам час. Учи давай. Ну, что значит, хоть десятое будь. Варя с четырех лет занимается конным спортом. Для чего? Чтобы весело время проводить? Нет, моя милая. Здесь нужен характер, упорство и, как следствие, результат. Запомни, твое место первое. Только золото. А иначе не имеет смысла начинать. Ну, мама, вдруг не получится, что тогда? Нет такого понятия вдруг. Есть цель и дорога к ней тебе, ясно? Анечка, тебе нужно полком командовать, ты знаешь? Ребенок, я буду в двенадцатной подрубе. С огромным букетом цветов. А ты расслабляйся, получай удовольствие. А Лежа, так нельзя. Да нельзя. Я хорошего дня, мой полководец. У Львы. Баря, я жду первого места. Барвара Прокупева должна быть первая. Вот это будет радость и удовольствие. Ну, ты так говоришь, как будто я выиграть не хочу. Так ладно, я побежала. Пора там полдесятого сбор. Пока, мам. Спасибо большое, Анина Андреевна. Барик, прости, я не смогу к тебе прийти, у меня нет зами. Да ну тебя. Ульяна, уже третий курс. Может быть, стоит смотреть немножко дальше? А что это? Ну, три года, это неплохой фундамент. Но в нашем кругу всеразумно выбирают Ель, Эмбридж, Гарвард. Мама, а как же опасности, подстерегающую молодую девушку на каждом шагу? Здесь ты хотя бы можешь меня вытащить вовремя из плохой компании. Какая ты хитрюга. Сашка, давай быстрее, а то опоздаешь. Я уже сказала, что пойду к третьему уроку. Нафига ты меня вообще разбудила? Собирайся, я сказала. Мам, ты глухая? Первая била тупая физра. Я не собираюсь там скакать. Ну тогда никакого гуляния вечером. Ну блин, мам! Я все равно пойду. Я не собираюсь тут с вами торчать. Так, убери за собой со стола, слух нет. И собирайся в школу, аначе вечером никуда не пойдешь. Ясно? Ну что за шум? Что ты прицепила девчонки? Я тебе говорила, воспитывать нужно, пока поперек лапки лежит. А сейчас все, а убрать, улетела. Проворонила, расхлебывай. Ой, Вера, не сюда с утра, а? О, какие мы нежные. Прям фиялка в поле. Понятно, что мой братец-то на тебя запал. Запал да выпал. И нету. Все, давай завтракай. Вот твоя яичница. Чай сейчас будет. А не работаешь уже сколько, неделю? Два дня всего. Сегодня пойду на пару собеседований, так что не переживай. Ты переживай, когда пир в холодильник, а он духой. Работать надо. Коммуналку платить? Проездной вон сколько стоит. Господи, как вы меня достали со своими нищенскими разговорами? Я в школу пойду вечером гулять. Дай денег. Саша, я тебе вчера тысячу дала. Ты что, все потратила? Капец. Спасибо, мамочка. Ну, доченька, на, 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 моя сладкая, на. Вера, ты зачем? Бой посуду! На, девочка, моя куколька. Вик, моя сладкая. Ну, двенадцать буду дома. Полдесятого, чтобы была. Полдесятого. Да, я смотрю. Мать-то из тебя никудышная. Николь родная дочка ни в грош не ставит. Вера, вот зачем ты ей деньги даешь? Куда ты лезешь? Я лезу. Это ты, моя милочка, влезла. Когда мой брат на тебе женился и прописал тебя здесь варькой. Между прочим, она твоя племянница. Родная. Вот именно моя. Моя! Я ее воспитываю, а не ты. У тебя вечно дома нет. Ты где-то шляешься? Говоришь, что работаешь? А где же денежки? Твой брат бросил нас с Сашкой, когда ей двух лет не было. Если б я не работала, нам бы нечего было есть. Я, между прочим, от него ни копейки не видела. Ты мне мозг-то не крути. Ой, каждый день одно и то же. Твой брат мне больше не муж. Если тебя что-то не устраивает, ну, тебе что-то не нравится, мы можем с Сашкой уехать. И мне будет лучше, Вера, и тебе. Вот молодец. Варечка, умница! Я люблю тебя, дочь Варя, давай! Давай, 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 давай! Вот молодец. Олеша, что ты орешь, как на футболе? Даже лошадей испугал. Ты знаешь, Анечка, было бы так здорово, если хотя бы один раз ты покричал. Варька бы услышала, хоть расслабилась бы. Я? Давай, давай, дочь, давай! Умница! Когда Женька-то уехала? Ой, позавчера. Слушай, Ванька так плакала, так плакала. Ну, папочка, я, говорит, с тобой хочу, я тоже мост буду устроить. Кучу денег заработаю. Ой, слушай, мне уже его забирать надо с продленки. Ну, а что ты его на продленку-то? Пусть дома сидит. Ой, да пусть хоть уроки там нормально сделает. Слушай, третий класс, я уже с ума схожу. Что дальше будет? Я вообще думать уже боюсь. Да уж, мы с Сашкой тоже постоянно ругаемся. Все не то, мать никто и звать никак. Вера ей постоянно деньги сует. Пожалуйста. Наконец-то. Пока уже не дойдет, сдохнешь. У меня перевод. Получение? Получение, получение. Паспорт давайте. Извещение. Прокофьева Вера Николаевна. Ну? Перевод от Прокофьева Сергея Николаевича. Да. Распешитесь. Ручку. Пожалуйста. Минуточку. Ну что, все? Вы мне точно все дали? Я что, по-вашему, что ли, себе часть в карман откладываю? Хомить не надо. Зайди же, веди очередь, женщина. Вот молодец, братец. Тебе тысячи не додал. А тебе просто надо снять квартиру и жить с Сашкой вдвоем. Ой, это Вера у тебя сумасшедшая. Чокнутая. Наташа. Какая квартира? Где мне деньги взять? Я вот сегодня была в магазине ткани. Там вроде продавец нужен. Ну, зарплата 25 тысяч. Кризис. Побольше туда положил. Ой, боже мой, какой ужас. Слушай, ну надо что-то делать. Мы с тобой и делаем эти самые плюшки. Уже целый таз. Куда, кстати, столько? Знаешь что? Ой. Видите, вон около автобусной остановки открыли палатку. Ну, такой маленький закуток. Там кофе с собой, пирожки, булочки и все такое. Так вот я, Маш, я пеку и им туда продаю. Нормально, Наташа. Что ты мне не сказала? Я тебе тоже в следующий раз ничего говорить не буду. Ну, пожалуйста, пожалуйста, конечно, не говори. Я и так про тебя все знаю. Ванька, слушай. А давай вместе печь будем. Вдвое больше получится, а? Нет, я же тебе сказала. Выручку пополам. Нет, я уже в магазин устроилась. Я теперь буду от кассы к полкам бегать. Соборяйте. Спасибо. Спасибо. Вот такие девочки побеждают. Как наши, какие же девочки. Ну, пойдем поздравим. Папа, ты весь промок. Да не важно, что я промок. У тебя медаль. Я тебя поздравляю, дочь. Спасибо. Я тобой горжусь. Поняла меня? Я горжусь так. И я тебя поздравляю, Варенька. Поздравляю, медаль это здорово. Но третье место не наш результат. Да, Варь? Мам, так получилось. Анечка, ну хотя бы сегодня ты можешь порадоваться? Ну, в конце концов. Я рада, Олег. Есть же какие-то вещи. Варенька. Японский бог. Варюш, мне нужно ехать. Там куча разъяренных дядек меня ждет на работе. А тебе я хочу сказать, что ты умница. Ты сделала все так, как я тебя просил. Мама наша перфекционистка. Это другой вопрос. Ну, ну, тихо, тихо, тихо. Сегодня вечером увидимся. С меня сюрприз, кстати. Мамуль, там призы еще будут вручать. И мне переодеться нужно. Ты подождешь? Конечно, я сама тебя отвезу в школу. Учет два последних урока, и ты успеешь. Мамуль. Варя, есть какие-то вещи? Мам. Клянуто. Только у меня больше денег нет. Больше одного коктейля и не надо. Сейчас быстренько кого-нибудь подцепим, и все будет зашибись. Да все это знает. Девушки, привет. Может, совместимся? С нас пицца. Ну, окей. Лично мне фирменную. А ты? А я с Натасом люблю. Ну, значит, пока падаем здесь, а потом свалим. Тут есть парочка хедлайн-экест неподалеку. Я Диман. Вы с нами? Окей. Я Александра. Варенька. Медаль это хорошо, я не против. Но я хочу, чтобы было нехорошо, отлично. Мам, я все поняла. Прости, что не первое место. Я плохо работала. Не стремилась к своей цели и... Не оценила важность мамы. Ну, перестань ерничать. Не сердись на меня. Я хочу, чтобы ты кем-то стала. А не просто была милая девочка. И потом Варенька положили на нашу семью. И она обязывает. Господи, тебе за меня стыдно? Ты боишься, что тебя в фонде осудят? Расскажи, что у тебя дочка неудачница. Да? Варь, ты слышишь то, что хочешь слышать. Это твоя проблема. Мама, ты живешь с какой-то другой, выдуманной, идеальной дочкой. Я же не идеальная. У меня же не может все всегда получаться. Хочешь, я сейчас сделаю все? Нет, нет, я не хочу. Мам, давай, нет, я тебе покажу. Ты же хочешь, чтобы я чего-то добилась? Мам, вот перестань. Я кому говорю, Варь? Сейчас я все сделаю, мам. Зачем ты это делаешь? Сейчас я все сделаю. Варенька, ну куда ты? Хватит остановить, Варя. Остановись, детка. Варя, подожди. Варя! Варя! Варя, что с тобой? Варя? Варя. Что с тобой? Варя? Варя! Варя! Конечно, лучше было бы везти Варю в ближайшую больницу. Она потеряла много крови. Как? Варя, я подумала, так будет правильнее. Мы наблюдаем все здесь. Варя, поделась у вас? Да. Насколько там все плохо, доктор? Что там? Долова, перелом? Сотрясение не сильно, но до завтра понаблюдаем. Вывих правой руки. На бедре глубокая рана, задета артерия. Мы зашили. Но она потеряла очень много крови. Придется ее восполнить. Значит, мы проверим, чья кровь из вас подойдет. Нужно будет сдать. Господи, конечно. Да не волнуйтесь вы так, все будет в порядке. Я сейчас к вам приду. Угу. Ой, боже мой. У ноги наверняка останется шрам. Аня, боже мой. Аня, ну что ты несешь? Ребенок чуть не остался инвалидом. Она могла умереть в конце концов. Какой шрам? Такой. Так, ну-ка, быстро говори, что там случилось. Почему она пошла на сложный барьер уже после соревнований? Я с тобой разговариваю. Что случилось? Вы опять поссорились, да? Пап, хватит. Скажи, ты опять приставала к ней со своим первым местом, да? Отвечай мне! Не кричи на меня. Черт бы тебя побрал, Аня. То есть вы хотите сказать... Олег, сядь, пожалуйста. Вы хотите сказать, Виталий Андреевич, что... Что моя кровь не подходит во дворе. Я сам удивлен. У вас четвертая отрицательная, а у Анны Юрьевны третья положительная. При таком раскладе у ребенка должна быть либо вторая, либо третья, либо четвертая. А у Варьи первая. Ну, а как же такое может быть? Так может быть, что кровь родителей не подходит крови и их ребенка. У родных такого не может быть. Кровь должна быть совместима. То есть вы хотите сказать, Виталий Андреевич? Подожди. Я сам не понимаю, как такое может быть. Мы перелили в Варе подходящую кровь другого донора. Ну, значит, теперь единственный способ доказать наше отцовство – это сдать тест на ДНК. Правильно? По идее, всем нужно сдавать ДНК. Значит так. Я ничего сдавать не буду. Я забираю Варю, и мы уезжаем в другую больницу. Анна, сядь. Ты все сдашь им немедленно. Все. Когда придет результаты тестов? Через неделю, максимум дней десять. Завтра приедем забирать Варвару. Тест должен быть готов. Я вас понимаю. Пройдемте в процедурную. Я не собираюсь ничего сдавать. Ты все сдашь. Потому что в этой ситуации это не про тебя и не про твои нервы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что ты мотаешь себе с толку? Звонила ей? Нет, письма писала. Звонила, конечно. И что? Абонент мне отвечает. Батарейка, наверное, села. Я ей такую применение всыплю. Она точно в подоле принесет. Ах, видать, время-то почти 12. Только бы пришла, только бы пришла. Сашка, ты где была? Почему твоя телефон не отмечает? Ты куда пошла? Это что такое? Где твоя школьная форма? Все, я встаю. Я тебя спрашиваю. Сашка, открой! Откруй, я тебе сказала. Ты как смеешь передо мной дверью хлопать? Да не ори ты! Я спать ложусь! Я же сказала, принесет в подоле. Еще одного кормить придется. Да что ты несешь-то, а? Ну, как язык у тебя твой не отсох еще? Александра, открой немедленно, я тебе сказала. И не чай пей. Никудышная ты баба Машка. Толку от тебя никакого. Открой немедленно, я тебе сказала. Ни денег, ни дитё нормальное родить не можешь. А тренера точно не накажет? Я ведь сама пока не видит. Ничего с ней не будет. Не переживай. Только я тебя очень попрошу, сделай мне это, Женя. В следующий раз немножко своей головой тоже подумай, хорошо? Ты так меня напугала. Я тебя придушить готова. Валяй, души. На шее у меня еще нету синяков. Как-то не круто. А можно мне домой сегодня? Да, тебя через час выпишут. С головой все в порядке. Но рука и нога еще недельку будут заживать. Угу. А дома какие-то процедуры, таблетки? Да-да-да, я написал все вам. Я жду вас у себя в кабинете. А будь здесь. Мы придем за вами попозже. Только давайте поскорее. Я домой хочу ужасно. Мама. Мам, прости меня, пожалуйста. Я правда не хотела. Ты меня прости. Мам, прости меня. СТУК В ДВЕРЬ Мам, прости меня. СТУК В ДВЕРЬ Мам. Личий Андреевич. Мне очень жаль. Сейчас показалось, что Варя не ваша дочь. Да, не вы, Анна Юрьевна, не вы, Олег Викторович, не являетесь ее родителями. Этого не может быть. Я же сама ее родила. В этой клинике. При вас я не могла родить чужого ребенка. Это бред. Это сюр какой-то. Это биология. Ее могли подменить в родильном? Теоретически это... Могли или нет? Я не понимаю. Олег, Варя моя дочь. Олег, Варя наша дочь. Да, могли. Это единственное объяснение. Мне нужен пропуск в архив родильного. Мне нужен доступ к информации. Валентин? Да. На минуту. 22 мая 2002-го. Пять новорожденных. Из них две девочки. Поделись с разницей в семь минут. Матери. Анна Прокопьева. И Мария Прокофьева. Одна буква. Как такое могло произойти? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Олег, все узнают, это будет скандал. Известный бизнесмен, владелец отеля, его жена, член правления фонда, здоровая семья. У них в роддоме перепутали детей? Их дочь, не их дочь? Ты в своем уме? Зачем нам это? В смысле, ты... Ты предлагаешь оставить все как есть и притвориться, как будто ничего не случилось. Варя, ты подумал о ней, как она это переживет? Она наша дочь. Она моя дочь. Я прошу тебя, я требую. Не надо ничего этого. Ты себя слышишь? Причем здесь это? Где-то есть девочка, которую ты выносила. И она кровь и плоть наша. Ты знаешь, как я Варю люблю. Никому никогда ее не отдам. Но скажи той, другой. Ты не хочешь посмотреть в глаза? Нет. Я не хочу. Я хочу, чтобы ничего этого не было. Забыть, как страшный сон. Все забыть и жить дальше. Анечка, соберись. Я понимаю, все уже произошло. Нам назад это не отмотать. Ну, ты пойми, она же, она же родная наша. А что, если нужна помощь? Что, если ей плохо? Вы что, опять ссоритесь? Она мне надоела? Хорошо, что пришла. Разговор есть. Олег, я запрещаю тебе. Она уже взрослая, имеет право знать. Что знать, пап? Ничего. Олег, ничего. Оля, в одной и той же клинике, 15 лет назад. Замолчи, пожалуйста. В один день своей сестерой родилась. Олег, замолчи, я прошу тебя. Родилась еще одна девочка. Да замолчи ты! И сейчас выяснилось... Замолчи! Что Варя не наша родная, и их подменили. Что? Какой-то бред. Это не бред, потому что потребовалась кровь. Мы ее сдали, она не подошла. Потом мы сдали тест ДНК. И выяснилось, что Варя не наш ребенок. Что нам теперь делать? Я не знаю, что делать, но мне кажется, что... Мне кажется, что нам нужно увидеться с ней. Не надо ни с кем видеться, надо просто все забыть. Как же об этом можно забыть? Пап, я не знаю как. Я знаю только, что Варя моя сестра и твоя дочка. Так и должно оставаться. Мама права, надо все забыть. Ну, даете, ребята. Пап, я не хочу больше об этом разговаривать. Пап, молодцы. А, Батя, мне такой... Вы что тут вообще творили? А у нас дом, который в Майами. Ну, короче, с бассейном, ясное дело. Ну, мы там с ребятами отовисали. И, короче говоря, рояль туда загнали. И что, играли на нем? Да, лунный салат, прикинь. Ну, ты будешь тем самым? Это типа маленькие пельмешки, очень круто здесь делают. А я, капец, обожаю ягненка. Здесь повар просто сказка. Слушай, поехали отсюда. Надоели все. Только ты и я. Да? Да, кажется, куда. Я на машине покатаемся. Поехали. Ну, что, полетаем? Офигеть! Это что, реально твоя машина? Документы показать? Да не, не надо. Погнали! Да. Абонента с таким номером не существует. Понятное дело, 15 лет прошло. Вильдар! Привет, дружище. Привет, Олег. Послушай, повидаться надо. Повидаться? Чтобы напиться вместе? Ну, нет. Не для того, чтобы напиться. Хотя... Хотя можем и это. Тут дело есть, понимаешь? Дело как другу или как адвокату? Как адвокату. Ну, и как другу. Завтра можешь? Во сколько? В два у тебя пристаранье. Можешь? Хорошо, давай пристаранье. Окей. Ну, давай, возьми трубку. Возьми трубку. Ну, че? Ну, господи. Не берет? Вера, ну, че ты подкрадываешься? Не берет. Ты чего встала? Тебе ж говорила, плава кружатся. Кружатся. Только, только чай сам в постель не ходит. Я тебе сейчас чай принесу. Сама возьму. Ты вам лучше девку найди. Ну, что? Профукала единственную дочку. За ней сейчас глаз да глаз. Лифчик надела, все. Понеслась по кочкам. Ну, что ты несешь, а? Ну, как у тебя еще язык не отсох? Скоро отсохнет. И язык, и руки, и ноги. Отдаст Богу душу. Раба ваша, Вера. Ты замолчишь? Вот так всю жизнь. Замучи. Не суйся, не лезь, не встревай. А как что? Верочка, дай, Верочка, дай. Ты куда? Скальпи лежала. Выпить, что ли? Ой. О, подожди. Алло. Юля? Да. Юля, здравствуй, ты Мария Алексеевна, мама Саши. Здравствуйте. Но ты случайно не знаешь, где Саша? Я просто не могу до нее дозвониться. Она не берет трубку. Я очень тебя прошу, не скрывай, пожалуйста. Ну, мы были в ресторане, потом она уехала. Что? В каком ресторане? В ресторане 41 этаж. Куда она уехала? Куда она уехала? Адрес. Адрес ресторана. Послушай меня. Юля, ты никуда не уходи. Дождись меня, слышишь? Я сейчас приеду. Да. Ты меня поняла? Да. Хорошо. Не мама Саши не может дозвониться до нее, не я. Ничего за паника, просто люди не хотят, чтобы их беспокоили. Все взрослые люди. Все взрослые люди. А куда мы приехали? Туда, где нам никто не помешает. В смысле? А кто нам мешал? Никто. Да расслабься. Ты чего как неродная? Ну, послушайте, у вас же здесь где-то есть ресторан. Какой ресторан? Ну, у меня дочь пропала. Мне сказали, что здесь, здесь, в этом здании. Тут много ресторанов. Есть 41-й этаж. 41-й? Как туда пройти? Через турникет пройдите. Да, где-то зеленый камыш горит. Спасибо вам. Добрый вечер, я могу вам помочь. Денис! Мне нужно вон туда, подруга моей дочери. Мы не можем вас пропустить, это элитный ресторан. Да мне нужно вон с этой девочкой поговорить. Юля! Пойдите отсюда. Юля! Вы слышали? Да и нет. Ты что, мало выпила? Отвези меня домой, пожалуйста. Ты кто такая? Иди сюда. Отпусти, пожалуйста. Убери свои руки. Ты что, охренела дешевка? Да я буду кричать, помогите! 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 Да отцепитесь вы от меня! У меня дочь пропала, я должна войти. Добрый вечер, что случилось? Мою дочь из вашего ресторана куда-то вывезли. Ей 15 лет всего. А меня не пускают, чтобы спросить. Странно, что вы свою несовершенную летнюю дочь отпускаете по ресторану. Вы вообще уверены, что она здесь была? Я уверена, что она здесь была. Вывеска приличная на самом деле. Девушка, не кричите. Ну а что здесь на самом деле, по вашему мнению? Да хоть что. Моя дочь приличная девочка. Она бы никогда никуда одна не поехала. Ее наверняка нафаили. Она же еще ребенок. Юля, где Саша? Девушка. Иди сюда. Говори, куда она уехала? Куда? Я правда не знаю, тетя Маша. А она с Димой, она тоже трубку не берет. Нужно следить за своими детьми, мадам. Что происходит? Почему у нас ресторан пускай здесь совершенно летний? Что вы сказали? Послушайте. Если с моей дочерью хоть что-то случится, я не знаю, что я сделаю. Я взорву весь ваш ресторан. Вам понятно? Вы вообще человек. У вас дети есть. Ну? Так в чем дело? Олег Викторович, вы ей верите? А-а-а! Помогите! Пошла вон, дура! Вали! А-а-а! Да! Сашка, где ты? Мама, забери меня, пожалуйста! Мне очень страшно! Я тебя прошу, пожалуйста, мне очень страшно, бабулечка, пожалуйста. Я поняла, потерпи. Потерпи, я поняла, я сейчас приеду. Я сейчас приеду, потерпи немножечко. Послушайте. Да что вам от меня нужно? Отцепитесь от меня. К вашему счастью, у меня у самого две дочери. Где она? Кто? Ваша дочь, куда ехать? Послушайте, я без вас разберусь. Садитесь. Потеряем время. Вы теряете время. Как же ваша дочь оказалась там так поздно? Далеко не самая благополучная часть города. Мягко выражай. Не знаю, ничего не знаю. Она весь вечер не брала трубку, я не могла до нее дозвониться. А сейчас она схватит и плачет в трубку. Ладно, сейчас приедем и спросим. 15 лет от нее говорите, да? Да. Ну и мальше тоже. Понятно. Ну за ней-то, наверное, есть кому присматривать. Няньки, гувернантки. Няньки, гувернантки? Послушайте, я вас где-то видела. Вы старали только что? Нет, нет. У меня очень хорошая память на лица. Но точно я вас видела по телевизору. Вы еще там что-то открывали или закрывали? Чуть ли не с президентом. Да, было такое. Олег Прокопфьев, ваша фамилия, так? Ого, ничего себе. Ну точно. Я вашу фамилию потому и запомнила. Потому что у нас фамилии на одну букву отличаются. Моя Прокопьева, а ваша Прокопьев. Как вас зовут? Мария. Скажите, Мария, в каком роддоме вы рожали свою ночь? Зачем вам это? В частной клинике роддом на проспекте Мечникова. Осторожнее. Вот и не верь после этого судьбу. Мы с вами не знакомы, Мария, но у нас с вами общая проблема. И удивительно, что нас столкнуло именно так. Слушайте, я поняла, вы ненормальный. Послушайте, дайте-ка я выйду, а? Сидите, осталось вам два квартала. Я довезу. Я понимаю, что я, наверное, пугаю вас, но вводите в мое положение. Я сегодня узнал. Потому что моя дочь Варвара совсем не моя. Двух девочек перепутали в роддоме. Послушайте, ну, разве такое возможно в наше время? 22 мая 2002 года в роддоме, в этом самом роддоме родились две девочки с разницей в семь минут. Ими одной роженицы Анны Прокопьевы. Это моя же. А второй. Прокопьева Мария Алексеевна. 1971 года рождения. Что за бред? Откуда вы вообще... Откуда вы знаете? Я видел вашу медицинскую карту, Мария. Я уже начал искать вас. 15 лет назад в этом самом роддоме перепутали наших дочерей. Слушайте, вы остановите машину, я выйду. Вы ненормальны. Это ваша девочка? Сашка. Откройте вы дверь! Сашка, Сашка. Что вам так страшно? Вот ты какая, дочь. Сейчас поймаем машину и пойдем домой. Я довезу вас, садитесь. Да уйдите вы. Ради бога, спасибо вам огромное. Ну, сейчас уйдите. Подождите. Держите мою карточку. Хорошо, я возьму, а теперь уйдите. Все, все. Вообще-то страшно, было очень страшно. Сейчас мы пройдем домой. Я вообще без плана. Держите. Держите. Все, все, все. Алло, Эльдар, привет. Слушай, я сейчас где-то, вот черт, на рогах-то уже выезжаю от тебя. Дождись меня. Да, давай, пока. Сашка, ты мне обещай, пожалуйста, что ты так больше делать не будешь. Ты вообще представляешь, что могло бы случиться? Мама, я так испугалась. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Я люблю тебя. Ты чего? Ничего. Давай спи. Сашка, ты помнишь, как ты мне в детстве жрала, чтобы мне приснилась радуга и разноцветное мороженое? Да, наверное. Спи. Маленькая. Спокойной ночи. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло, я слушаю. Олег, вы извините, что я звоню вам ночью так поздно. Это вам? Мария, я вас узнал, да? Честно говоря, я ждал вашего звонка. Как-никак я выиграл сегодня на вас такую новость. Послушайте, я в это не верю, мне нужны доказательства. Да, хорошо. Моя дочь Варвара занимается конным спортом, и у нее были соревнования. Она упала с лошади, получила тяжелую травму. Понадобилось переливание крови. Ни моя кровь, ни кровь моей жены. Для переливания не подошли, поэтому мы сделали тест ДНК. Сегодня мы получили заключение на сто процентов. Ни я, ни моя жена не являемся генетическими родителями Варвары. Да, но при чем здесь мы? Понимаете, мы давно наблюдаемся в этой клинике. Моя старшая дочь Варя, они обе родились там. Я сегодня был в родильном отделении. Зашел в архив, там нашел медицинские карты, нашел в том числе и вашу карту. Девочки родились практически одновременно. Разница в фамилии всего одна буква. Маша, нам нужно увидеться. Я при встрече вам очень многое подробно, подробно расскажу. Ну, послушайте, этого не может быть. Мы живем в двадцать первом веке, как могли перепутать детей из-за похожих фамилий. Да, такого не может быть, это практически невозможно. Видите ли, это... это произошло. Я дал бы все на свете за то, чтобы никогда не знать того, что моя родная Варя не чужая. Как это может быть? Как мне теперь жить с этим? Зачем я вас встретила? Как я скажу своей единственной родной души, что она не родная? Как я могу сказать Сашке, что она не моя дочь? Как это возможно?